Здравствуйте! Вы смотрите газету на ТВ. Мы с вами читаем правду Севера. По потребностям и МРОД. Так называется статья свежего номера издания о том, будет ли в нашем регионе установлена собственная минимальная заработная плата. Об этом мы говорим с автором статьи Мариной Третьщенко. Марина, здравствуйте. Здравствуйте, Кать. Итак, МРОД на сегодняшний день составляет 5 965 рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения 10 404 рубля. Месячная заработная плата не должна быть ниже МРОД. Но на самом деле, как вы пишете в статье, это требование не вполне соблюдается. Что ждет нас впереди, что будет дальше? Ну вот хочу подчеркнуть, что 5 965 это в целом для страны. На сегодняшний момент МРОД одинаковый на всей территории страны. И 10 404 рубля это тоже МРОД, установленный по всей территории Российской Федерации. В нашем регионе прожиточный минимум еще выше. То есть он на сегодняшний момент составляет по субъекту для трудоспособного населения 14 тысяч, чуть больше 14 тысяч рублей. То есть, соответственно, у нас разрыв между МРОДом и вот этой вот суммой 14 тысяч, он еще больше, чем, надо понимать, да, между 5 тысячами и 10 тысячами. А так разрыв вдвое получается, да. Действительно, по Трудовому кодексу работник не может получать зарплату ниже МРОД, а МРОД не может быть ниже величины прожиточного минимума. Но на данный момент это требование не соблюдается, потому что нет соответствующего закона. И вот сейчас Минтруд предлагает вести законопроект, которым последовательно, поэтапно довести МРОД, да, величины прожиточного минимума. Устанавливая в каждом регионе свой? Ну, в конечном итоге, да, потому что в каждом регионе свой прожиточный минимум. Вы приводите слова министра труда, занятости и социального развития Архангельской области, собственно, интервью с ним. Вот Павел Шевелев говорит о том, что вот утверждение, да, принятие этого законопроекта, в общем-то, один из шагов в работе над социально-экономическим развитием России. То есть это один из факторов нормального, благополучного развития, да, социально-экономического страны. Какие последуют положительные изменения после принятия законопроекта? Ну, действительно, Шевелев все верно говорит, потому что на сегодняшний момент, что такое МРОД? МРОД – это объективный показатель уровня дохода трудоспособного населения, и не только в нашей стране, это вообще в принципе в мире. И кроме того, МРОД – это объективный экономический показатель, величина которого должна удовлетворять базовым потребностям человека. То есть, по сути, МРОД, если брать вообще очень широко, это вообще показатель того, как живет страна. У нас же МРОД на сегодняшний день, он вообще самый маленький в Европе, ниже 80 евро. То есть, можно судить по тому, как мы живем. И, по сути, если сейчас МРОД начнет расти, как того требует законопроект, это существенно увеличит доходы населения. То есть, по задумке авторов законопроекта, это снижение количества населения, получающих низкие доходы, доходы ниже прожиточного минимума. А, соответственно, чем это ухнется для бюджета нашего? Это снижение необходимости бюджета платить так называемую адресную поддержку тем группам населения, которые получают доходы ниже прожиточного минимума. Но у нововведения есть и нюансы, соответственно, как плюсы и минусы, приведу опять же цитату. Если предприниматели, те, кто занимается производством, источники для повышения зарплаты еще могут найти, например, увеличив цены на свои товары и услуги, то средства на увеличение зарплаты бюджетников нужно будет искать в региональном бюджете, объясняет он. То есть, соответственно, принятие законопроекта повлечет и повышение цен, и какие-то проблемы с бюджетом. А насколько эффективно, как соотносят плюсы и минусы эксперты? Как вам удалось выяснить это? Ну, от этого все равно никуда не уйти, на самом деле. То есть, МРОД нужно повышать, потому что существует трудовой кодекс, и закон не должен идти в разрез с трудовым кодексом. То есть, для этого сейчас Минтруд вносит этот законопроект. А вообще, надо сказать, что он внес его и много позже. То есть, не то, что законопроект, а законом предусмотрено 2007 года вот это вот так называемая регионализация МРОД, когда в каждом регионе, каждому региону дано право устанавливать свою собственную минимальную заработную плату. Потому что вот об этом я тоже пишу, это действительно, как бы это объективно, это так и есть. Потребности разные. То есть, есть Краснодарский край, где фрукты, овощи стоят в хороший сезон 10 рублей. А есть, например, наш, нау, далеко ходить не надо, где вот достаточно побывать, чтобы понять, что это безумно дорого. Да, очевидно, это всем понятно. Даже летом, да. И потребности разные, в том смысле, что и одежда разная, да, там, и продукты питания, они стоят по-разному. И зарплаты разные. Вот, но тогда, в 2007 году в Архангельской области она попыталась, да, реализовать, вот, я также об этом пишу, вот, этот момент, когда с 1 июня 2011 года по 31 августа 2011 года у нас существовала своя, собственно, минимальная зарплата. Но поскольку она устанавливается в рамках, так сказать, обсуждения, то есть ее обсуждает, ее не просто наше правительство областное устанавливает, ее устанавливает областная трехсторонняя комиссия, куда входят профсоюзы, куда входят представители работодателей. То есть на каком-то этапе просто, вот, насколько я уже знаю, да, из более детальной беседы с министром, то есть не смогли сойтись по этой сумме. То есть профсоюзы предлагали большую сумму, чем вот она есть сейчас, чем она, в смысле, вот тогда правительство предлагало этот момент. То есть у правительства не было, опять-таки, такой возможности, как вот говорит министр. Вот, и поэтому вот сегодня речь идет о том, чтобы идти вслед за прожиточным минимумом. И поэтому без этого законопроекта, без него все равно никак, потому что даже если посмотреть данные нашего Архангельситата, то есть у нас очень большой объем работников, получающих зарплату ниже мрот. Вот, например, это тот же текстильное производство, я привожу, 5773 рубля, то есть это 5,965, да. И поэтому без него все равно никак, то есть даже если придется изыскивать эти деньги, и даже если придется там вот то, что вы процитировали, да, где-то что-то повышать, но это все равно это неизбежно. А исходя из какого прожиточного минимума будет устанавливаться мрот в Архангельской области, если все-таки примут этот законопроект? Ну вот смотрите, действительно, показателей их очень много, то есть мрот устанавливается, прошу прощения, прожиточный минимум устанавливается по всей России, по каждому субъекту, там, по трем группам. Вот, существует еще так называемый мрот, исходя из климатических зон, но в данном случае он не действует. Но в данном случае, то есть важен показатель, вот этот вот, который я уже называла, 14 тысяч, если я не ошибаюсь, 83 рубля, из которого будет рассчитываться наш мрот, опять-таки, поэтапно, то есть с 1 января, если опять-таки не ошибаюсь, 17-го года он будет составлять 7,126 рублей, а потом дальше уже с, по-моему, 18-го года он пойдет в процентном соотношении. И начиная с 20-го года он должен сравняться с прожиточным минимумом, то есть 100% должен составлять. Это вот по задумке автора законопроекта, то есть понимаете, о каких суммах идет речь. То есть если сейчас он 5,965, 14, то есть это даже больше, чем вдвое. Ну, вы пишите о существующем разрыве, да, пока он есть, это почти в два раза, в различии между мрот и прожиточным минимумом. Опять же, да, повторю цифры, которые вы приводите, чуть больше 80 евро, самый низкий мрот в Европе. А что говорят эксперты о существующей ситуации, к чему она может привести, если не ей изменится? Ну, конечно, Катя, они так или иначе все равно тыкают этим нашему правительству, что вот самый низкий мрот в Европе. Но в то же время, вот, например, Николай Павлович Залывский, да, наш постоянный, можно сказать, эксперт в экономических вопросах, а это в данном случае вопрос экономики, он говорит о том, что это своего рода такое перекладывание конституционной ответственности на и без того хрупкие плечи субъектов, да, как известно, бюджет и без того дефицитный, и так постоянно с одной статьи на другую урезаем, да, а тут еще вот навалится вот эта вот немалая сумма вот этих вот денег, если действительно законопроект будет принят. Но в то же время, вот, тот же Залывский говорит о том, что это все равно должно оставаться предметом государственного регулирования, потому что трудовой кодекс устанавливает вот эти вот базовые потребности, то есть базовые вот эти вот величины, поэтому в данном случае, по мнению экспертов, все-таки это должно оставаться на уровне государства, а не головную болью наших регионов. Ну что ж, будем надеяться, что если изменения вступят в силу, то они будут положительными и эффективными. Марина, я же благодарю вас за интересную беседу, спасибо вам большое. Всего доброго. Считайте «Правду Севера», смотрите газету на ТВ. Мы увидимся ровно через неделю на телеканале ПС и портале «Правда Севера». До встречи.